добрый день друзья подписчики зрители канала сегодня у нас 4 июня 2022 года три с половиной месяца был перерыв моего присутствия на ютюбе сегодня она пришел момент когда уже надо ли можно вернуться перерыв сами понимаете был связи с этим ужасом который происходит сегодня в украине как большинство наверное наутильщиков 24 февраля я встретил в городе киеве приехав на конференцию которая так и не состоялась сожалению но и приехав домой не знаю что будет дальше я распустил людей мы месяц не работали вообще нигде не на заводе не в полях вообще все было остановлено потом немножко как бы вроде оклемались там пришли в себя не выкладывал потому что ну думал наверное пока это не к месту не ко времени и наверное совсем не до сельского хозяйства но смотрю народ сейчас начал выкладываться вроде как бы все нормально решил что пора наверное мне вернуться единственное что не будет на моем канале я закрою комментарий не хочу выяснения отношений как бы зрителей и подписчиков много с разных стран не только с россии но есть из казахстана с прибалтики с молдавии не хочу я выяснения отношений у себя на канале под видео поэтому извините при всем уважении но комментарии будут отключены пробный ролик я там днем вот выбросил на канал посмотреть как у меня получится отключить то что я не знал как это сделать дай бог здоровья александра чумаку спасибо ему которое научил пользоваться телефоном и как отключить комментарии под видосом поэтому выкладываться буду но только без комментариев заранее еще раз прошло всех прощение что не будет такой возможности у вас задать вопрос там или высказать свое мнение если кому-то что-то будет нужно от меня какая-то помощь совет пожалуйста звоните в живую по телефону отвечу есть у меня ватсап вайбер телеграм в принципе любой мессенджер доступен всегда сможем поговорить сегодняшний на публикацию вообще начну я с такой темы которая в этом году наверно затронула всех включая и классиков это будет наличие злакового сорняка в посевах зерновых культур да извините я еще вставлю принципе как бы на в обычное время сегодня завтра там 4 5 июня у нас бы состоялся бы день поля мы к нему принципе готовились и бока и готовы посевы есть все посеяно все разлинеяно все готово для показа трава покошена деревья побели на табличке выставлены но пригласить мы вас к сожалению не можем чтобы не было к нам дополнительных вопросов от погранслужбы от полиции от национальной гвардии от высву поэтому обойдемся пока но наверное онлайном я все-таки сделаю день поля сделаю этот осмотр на делу онлайн выложу на канале и готов буду принципе со всеми все обсудить если кто-то хочет приехать пожалуйста без не вопрос 1 2 машины я готов принять по предварительной договоренности проехать по всем полям показать не только как бы культуры которые будут но в продаже как семена но и вообще посевы именно саму технологию до прямого посева которую мы используем до в нынешних условиях сегодня у нас погода тоже достаточно сложная с осадками большая проблема у нас в декабре я вот в ролике под в ролике с сольном сказал что у нас 70 миллиметров до в январе я ошибся это у нас было в декабре 55 я сейчас просто еще раз заехал посмотрел в декабре было 55 и в январе было 20 и того у нас за декабрь и за январь 75 миллиметров всего выпало февраль марта апрель выпало 20 миллиметров но там по 2 по 3 миллиметра то есть это не о чем считать это за продуктивную влагу вообще без толку вот и вот в мае месяце выпало 14 миллиметров это все что у нас есть в этом году по осадкам считать ли это засухой я думаю что да то что мы имеем сегодня на полях это благодаря только вот прямому посеву и маленьким нормам небольшим скажем так нормам высева если бы я сделал бы наверно по-другому то я бы но не имел бы этого результата как сегодня то что на бессарабии вот опять показывают что опять есть большие проблемы да вернемся к злаковому сорняку в чем суть есть в ютюбе ролики там и сережа суровый в прошлом году мы были у него и он снимал видео про борьбу со злаковым сорняком в пшениц посева пшениц применением гербицидов но это стоит 26 30 долларов там на гектар может чуть больше смотря какой препарат вы будете применять и это конечно убьет сильно по пшениц любом случае стресса до получает и как это влияет на урожайность никому не понятно потому что никто не оставляет в этом случае контроль я решил пойти другим путем да есть еще путь севооборот но это самый сложный путь и самый длинный я тоже по нему иду я пшеницу уже ячмень я уже вывел скажем так в систему где у меня ячмень возвращается на одно и то же место на третий год с пшеничкой пока еще не получилось не хватает просто общих площадей конечно не дай бог ну тут случилось что случилось сейчас у нас стране но если бы я знал я конечно уменьшил бы нормы до пшениц и площади но посеял уже сколько посеял поэтому я постепенно перевожу частично по полям как бы чтобы пшеница тоже была на третий год чтобы было меньше злакового сорняка все привыкли считать урожайность год на год до по культуре ну я считаю что надо считать в системе севооборота если у вас четыре культуры то раз что за четыре года надо считать сколько зарабатывать его в среднем за четыре года они на каждой культуре отдельно потому что на одной культуре вы можете не получить прибавки к урожайности на другой культуре вы получите больше чем допустим все остальные за счет предшественников ну такая схема она работает 7 культур 7 лет 55 то есть надо считать за цикл на сколько в среднем зарабатываете на гектар не из года не год на год поэтому севооборот как бы это пока у нас все в процессе я решил сделать чуть попроще облегчить себе жизнь решил оттянуть просто посев по срокам дождаться осадков подождать пока взойдут сорняки и потом их отработать для фасадом и потом посеять но сроки посева у нас такие с 1 октября по 23 октября 1 октября это вынуждено потому что у нас была севка на демонстрационных посевах дмс-шка амазона вот и на мне позвонили сказали что они вынуждены ее забрать мы не можем ждать когда там у вас пойдет дождь вот ну и я вынужден был посеять пшеницу 1 октября в ту влагу которая была на тот момент в тех условиях там все слава богу как бы до схода мы получили пшеница выглядит неплохо вроде как бы все нормально вот вот это поле потом мы уже ждали как бы когда пройдут дожди когда можно будет зайти в поле побрызгать и посеяться вот это поле на который который мы сейчас с вами пойдем это поле у нас посеяно 23 октября достаточно поздно для нас раньше никогда так поздно не сеял но теперь попробовали знаем что это принципе возможно и возможно получать результат хотя я думаю что конечно мы провалимся по урожайности был у меня опыт такой раньше не попробуешь не узнаешь ну вот мы попробовали скажу вам так что опыт не удался сорняк злаковый есть все равно мы его не победили вот единственно что устроили сами себе геморрой но если бы я бы этого не сделал то я бы этой мыслью мучился бы очень долго и все равно искал бы момент чтобы провести такой опыт мы его уже провели и могу вам сказать что такая борьба со злаковым сорняком в посеях пшеницы она не работает метод не работает потому что как бы вы ни старались знаковый сорняк у вас равно получится насколько бы вы не оттягивали бы сроки посева ну идемте посмотрим что у нас там получилось вот зашел на поле озимой пшеницы предшественник здесь у нас зимующий горох после уборки был посеяна смесь покровных культур сразу за комбайном ну как-то со всходами здесь не очень удачного достаточно изреженные были сходы не знаю по какой причине потому что два поля было по гороху так посеяно на одном поле все отлично взошло на другом очень было редко не могу понять причину но уже было до прошло здесь участок где посеян сорт колония лима грейн покупали мы элиту на размножение ну и как бы попробовать вообще как сравнение с нашими одесскими сортами за отбаумы уже пробовали за от юнион мы пробовали теперь еще решил попробовать колонии многим они когда как бы нравится смотрится она конечно красиво ничего не скажешь хороший кажется мощный колос очень большой цвет такой сизый да но если посчитать он это чистый оптический обман это чистая маркетинг чистый маркетинг учитаем раз два три 4 5 6 7 8 то есть 8 колосков просто видите какой рыхлый колос расстояние между колосками очень большое вот здесь вот вот она вот от этого кажется очень большой колос а по количеству зерен он ничуть не больше чем наши обычные сорта одесский если положить колос от нашего нашей пшеницы этот этот выглядит мощный но когда посчитаешь количество колосков то в наш или столько же или даже больше но уберем посмотрим он очень сильно запаздывает в развитии отличие от нас где-то на неделю может быть даже на 10 дней я заходил когда здесь на нашей пшеницы уже колосок углядывал то здесь даже близко еще не было вот он сейчас еще только вот отсвел цветение только закончилась наша уже молочно-восковая спелость но я не по этому поводу я вот по какому поводу вот он наш сорнячок называется костер или кострец как там правильно по-разному в разных источниках по-разному написано название и его вот где больше где меньше но его везде хватает есть и гелопс но специально не пойду искать не буду но поверьте на слово что он здесь есть и я вот когда был когда здесь развитие было выход трубку то было в принципе страшно смотреть вообще на это поле то есть все междуряди было забито причем не важно там 38 междуряди 19 междуряди все забито этим было сорняком и гелопсом этим костром вот так вот очень неприятно и если честно то я думаю что урожайность очень сильно потерял потому что срок посева на этом поле получился у нас 23 октября это крайнее наше поле в посеве и срок посева 23 октября был у меня когда там смотрел я ролик драганчука там у вадика дробить там где вадик сделал специально разницу в 20 дней в посеве чтобы посмотреть будет ли разница урожайность ну посмотрим что он скосит был у меня когда-то случайный опыт сентябрьский срок посева то есть я пол поля посеял там до 20 сентября 20 сентября пошел дождь и потом я смог зайти аж через 10 дней и вот на этом поле просто с разницей сроки посева 10 дней разница урожайности ну на 50 центнерах получилось 8 центнеров ну вот был у меня такой опыт поэтому однозначно потери урожая скорее всего будет может быть сложится когда-то такой год когда осенью было сухо потом была теплая мягкая зима потом мягкая весна и может быть эти потери в урожайности они нивелируются но рассчитывать на это наверное неправильно я сделал этот шаг этот выбор в сроках посева сделал специально хотел пропустить эту фазу то есть когда взойдут все злаковые сорняки эдилопс всякая там ромус ну все что будет забрызгать его глифосатом и потом уже по чистенькому полю посеять пшеницу и получить летом чистые посевы к сожалению опыт мой оказался неудачный не знаю наверное больше мы так делать не будем но по крайней мере нет худа без добра я теперь знаю что посев 23 25 октября он конечно критичный по срокам но в принципе урожай получить может поэтому если вдруг каким-то образом так сложится погода что будет катастрофа и другого выбора не будет но будем сеять поздно с погодой у нас конечно здесь чтобы показывать вот пшеничка скрутила листик стрелочку и просит пить помочь мы ничем не можем с осадками беда обещали вот воскресенье понедельник вторник среда четыре дня еще утром сегодня рисовали вчера вообще шикарный был прогноз осадки но сегодня уже все нам обрезали сказали не раскатывайте губу а продуктивных осадков за всю весну у нас было только 14 мая напомню количество 10 миллиметров и все декабрь 55 январь 20 я ошибся там первый ролик выпустил лен сказал что в январе 70 это за декабрь сейчас проверил то получилось за декабрь и за январь 75 миллиметров а потом февраль-март-апрель там все вместе 20 ну там по 3 миллиметра по 2 то есть вообще ни о чем мы записываем но так красным цветом чтобы не считать и вот самое большое это было 10 миллиметров 14 мая больше осадков у нас пока к сожалению не было можно ли считать это засухой я думаю что да скорее всего она так и есть что это засуха тем не менее вот смотрел ролик сегодня василий фермер до этого смотрел пустынный фермер пустынный до этого смотрел фермер бессарабии там обзор канадских семян если есть желание на я думаю забьете в ютюбе найдете вот и красили тоже сослался на этого фермер бессарабии на этом ютюбера и он показал какая у них засуха что я вам скажу я не знаю конечно опять же если верить его словам то там с момента посева вот на сегодня сегодня у них 90 миллиметров то есть принципе мы идем одинаково по осадку но мы не обрабатываем почву и у нас посевы в этом году у нас все зерновые севернее вся пшеница посеяна с нормой 1 миллион независимо от сроков посева первые поля мы сели 1 сентября 1 октября вот и крайнее поле вот мы сели 23 октября почему такой разрыв первое поле мы сели селкой дмс вот которую нам давали на опытные посевы на демонстрационные и нас просто забирали селку и мы вынуждены были посеять ну в ту почву которая была но всходы правда получили чуть позже то получили исходы раньше развитие конечно лучше чем здесь вот а потом уже ждали как бы дождь когда там пройдет дождь когда зайдут сорняки в общем оттянули до 23 числа и получили то что имеем то что получили поэтому я думаю что у нас тоже засуха но мы не обрабатываем почву и 7 с уменьшими нормами то есть весь расчет на минимальный урожай да то есть мы считаем у свою урожайность 35-40 центнер и стараемся расходы понести такие чтобы при такой урожайности что-то заработать если складывается хорошо погода условия то мы получаем урожайности в 50 и выше если не складывается ну надеюсь будем получить получим вот здесь свои там 35 40 40 не знаю но 35 я думаю что все-таки здесь у нас будет и лучше наверное каждый год до иметь по 40 центнеров урожайность чем один год 80 а потом два года ничего у каждого конечно свой выбор я понимаю фермеров на бессарабии они за много лет там привыкли к осадкам по 700 по 600 миллиметров в год в 19 год был у них жесткий они убирали там потом не по полторы особо удачливые по 2 20 год многие не убирали от слова совсем 21 год поперло решили что все плохие условия закончились и решили опять копать поглубже пахать поширше сеять побольше вот этот год опять показал что они оказались неправы то есть два года 19 и 20 их ничему не научили я высказываю свое мнение можете прислушиваться можете не прислушиваться но вот есть люди которые тот же василий фермер спросить то есть человек работает без обработки почвы все-таки услышал посеял низкую норму и сейчас доволен особенно когда стоит на стыке полей своих и соседских наверное это что-то достоит что здесь было при посеве продали 100 килограмм смесь удобрений 50 демофоски 50 эмофос и азотная подкомка это у нас была 170 литров касса который вы внесли в декабре по защите здесь был капуэра фунгицидной обработки не было ну и я и вижу что я был прав пожалуйста вот листья чистый без болячек единственное что им не хватает влаги фунгицидами мы не обрабатывали потому что увидели что сухо посчитал что не имеет смысла тем более у меня там я фунгицид был куплен еще в прошлом году аканта плюс нам страбилуриновая группа я думаю что если я побрызгал я сделал бы только хуже вот вкратце как бы так о неудачном опыте борьбы со злаковым сорняком что еще хочу показать как бы сорняк да у нас есть возможность отобрать его на линии на семенной ну вот купив лимогрейн официального представителя вот мы имеем в посеве примесь не знаю что за пшеница но остистая я думаю что это мы где-то на косячили вот и плохо почистили селку отошел подальше от края результат как бы не меняется и вот сходил и вот наткнулся вот на такое ну как по моему мнению то это тритикали такой культуры у меня не было никогда ну когда тритикали я не сею вырвал конечно пшенички вот имеем вот такой вот здесь примесь в пшенице не знаю пойдем сейчас поставим людей пройдемся еще по полю мы уже делали как быть зачистку на примесь это пропустили придется сходить еще раз это катастрофа это не то что там я уже второй год там себе выращивать и только купил литу литу посеял и вот вы видите такие вещи а потом продам семена и получу претензии по качество виде примесь не очень бы хотелось ладно но этом заканчиваем всем удачи берегите себя берегите своих близких